Добрый вечер. Это программа «Есть вопрос». Меня зовут Светлана Еремчук и сегодня гость нашей студии депутат Государственной Думы Елена Импольская. Добрый вечер. 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 у меня всегда будут низкие оценки. Я не буду этим заниматься. Я уже очень взрослая девочка. И я буду поступать так, как мне кажется правильно. Скажем, в Москве из всех ток-шоу я принимаю приглашение только к Владимиру Соловьеву. Я считаю, что это единственное профессиональное ток-шоу в нашей стране. При том, что и к нему есть свои претензии. И там бывают эти стычки, и крики, и все вот это, что я терпеть не могу, и что терпеть не могут все нормальные интеллигентные люди, о чем, скажем, и в Челябинске, и в регионе в Челябинске мне люди многократно говорили. И тем не менее, даже к Владимиру Соловьеву спасибо им большое за каждое приглашение, но я принимаю их только тогда, когда я понимаю, что у меня есть что сказать по данному вопросу. Вот просто прийти засветиться с общими словами, ну неинтересно мне. Поэтому вот вам пункт медийной активности. Это раз. Дальше количество выступлений. Вот это очень комичная трактовка в челябинской прессе, потому что просто не понимают, как выстроена работа Государственной Думы. У нее всего четыре выступления, читаю я, а у других по 28. Но только мои четыре выступления, это выступления на так называемых политических десятиминутках, которые бывают перед началом каждого пленарного заседания. Это когда от каждой фракции выходят люди и говорят о самом главном, что на их взгляд вот сейчас происходит в стране. То есть это не выступление по обсуждению конкретного закона проекта. И уж тем более не выступление, закон прошел все экспертизы, просьба принять в третьем чтении. Да, это очень важно, но это несколько иное. То есть это качество обсуждения повестки. Мне казалось очень важным донести до Государственной Думы, а через, соответственно, СМИ, которые там работают, и до более широкой общественности, то, что сегодня кажется мне самым болезненным, но прежде всего, конечно, в развитии культуры. Культуру я воспринимаю очень широко, мы с вами об этом уже говорили, как все, что относится к формированию человеческой личности. Психологическая атмосфера в обществе, нравственная атмосфера в нашем обществе очень тяжелые с этим ситуацией. И я пыталась об этом говорить по разным поводам. Ну, я могу сказать, что резонанс у этих выступлений был безусловно. Чем я очень горжусь, что аплодировали всегда все фракции, потому что очень часто, ведь бывает, люди выходят на трибуну, их не слушают, это часто бывает. А бывает, вышел и аплодируют только свои. Вот я горжусь тем, во-первых, я очень признательна фракции «Единая Россия» за то, что никто никогда не проводит никаких инструктажей, и никто никогда не нашептывает в ухо, ты там партию-то помяни, не забудь там и так далее. Этого не делают, в отличие от других фракций. Я думаю, наверное, потому что мы как-то у нас чувство силы, что ли, собственного достоинства больше, чем у других, я не знаю. Но то, что ты не обязан делать необходимые расшаркивания, а можешь сразу говорить о самом наболевшем, то, на что реагирует весь зал, это очень важно для меня, например. Это к вопросу, значит, о выступлениях. Поэтому рассказы о том, что ее не видно в Государственной Думе, ну, простите, но нет в Государственной Думе человека, который бы не знал, кто такая Емпольская. Я понимаю, что это уже все звучит нескромно, но просто уже хочется как бы челябинским политологам ответить, иначе ведь, не дай бог, люди, которые за меня голосовали, которые со мной встречались весной, летом, сейчас скажут, ну, что ж она так нас, так сказать, подводит. Да, я думаю, это, кстати, очень важное замечание. Хорошо. Очень бы не хотелось. Ну, есть такой пункт, как, например, соавторство определенных законопроектов. Тут я могу сказать честно, я привыкла быть автором по жизни. Я по жизни автор, а не соавтор. А не соавтор. Я не осуждаю ни в коей мере. Я понимаю, что ты внес какую-то важную поправку, ты что-то, да, ты соавтор. Возможно. Законопроекты будут тогда, когда вот я созрею. Я считаю, что в Думе очень важно говорить в том числе об общих вещах, видеть картину в общем, в целом, потому что закон – это инструмент. Закон – это средство. Средство эффективны только тогда, когда мы ясно видим цель. Вот моя миссия для меня в Государственной Думе – это пытаться говорить о целях. А какие законопроекты станут необходимыми инструментами, ну, будем постепенно с этим разбираться. Меня несколько тревожит, что те законопроекты, которые, ну, вот хоть какое-то имеют касательство к духовной сфере, вот предложения от коллег, которые я слышала, они в основном связаны с запретами. Запретить то, запретить это. Я не сторонница запретов. Я не хотела сегодня поговорить об этом. Да, да, я думаю, мы сейчас уйдем с темы рейтингов, и, по-моему, я так сказать, свою точку зрения я к ним высказала. Я думаю, что достаточно полная. Тем более, что, ну, любая соревновательность, она и в спорте-то даже не бесспорно зачастую, так сказать, бывают претензии, а уж в реальной жизни, во всем остальном, любая соревновательность, она очень условна, и относиться к этому тоже надо как к очень условному. Я сейчас не говорю, что, так сказать, мое место должно быть где-то... Для меня оно должно быть моим. Вот моим местом. Я не хочу занимать чужого. Я не соревнуюсь на чужих полях. Я хочу соревноваться на своем поле. На самом деле, ведь избиратели тоже видят, если есть эффективная какая-то работа, она сразу видна. И вне зависимости от условных рейтингов, сегодня вообще рейтинги, это понятие такое модерируемое кем-то. Поэтому, мне кажется, не очень важно сама позиция, важно свое ощущение. Вы удовлетворены или не удовлетворены? А тогда... Ну, Свет, я не могу, конечно, сказать, что я полностью удовлетворена. Это было бы странно. Это новая совершенно для меня сфера деятельности, как и для многих моих коллег, которые впервые пришли в Государственную Думу. Мы осваиваемся, мы пытаемся понимать. Еще раз говорю, я стараюсь проговаривать общие вещи, которые, быть может, в Думах прежнего созыва не было принято проговаривать. Но, скажем, я не представляю, как в Думе предыдущего созыва могла прозвучать речь 10 февраля к 180-летию смерти Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, это была, так сказать, не биография Пушкина. Ясно, что я попыталась выйти на проблемы дня сегодняшнего. Но я, в принципе, с трудом себе представляю, чтобы в Думах предыдущего созыва это было возможно. А сейчас это поощряется. Ты подаешь заявку, тебе говорят. Пожалуйста, трибуна, пожалуйста, выступай. И за это я очень благодарна, конечно, в первую очередь Вячеславу Викторовичу Володину, который, так сказать, широко смотрит на то, что парламент действительно должен быть местом не просто для дискуссий, но для формулирования каких-то общих, глобальных вещей, которые могут, так сказать, быть полезными для нашей жизни. После этого начинается законотворческая работа по поиску наиболее эффективных инструментов. На мой взгляд, только так. От общего к частному надо идти. Вот к нему и перейдем. Сейчас региональная неделя, и вы в нашей области. Так вот, с какими проблемами, если уже говорить о частных проблемах, обращаются жители, избиратели? Что, на ваш взгляд, является важным? Чувствуете ли вы вот этот нерв? Скорее всего, это же люди культуры приходят. Да, ко мне в основном приходят работники культуры. Я очень рада этому. И я могу сказать, что у меня абсолютно чиста совесть, когда я избиралась, я ни разу не говорила людям, что, знаете, я берусь решить все ваши проблемы. Я честно на каждой встрече говорила, что у меня есть сфера, в которой я работаю всю жизнь, в которой, как мне кажется, я что-то понимаю. И я буду, если вы меня выберете, я буду продолжать работать в этой сфере. Более того, я не одномандатник, да? То есть я иду по федеральному списку. И, значит, все-таки давайте будем думать, что мы с вами решаем федеральные проблемы, а через это и проблемы Челябинской области. Потому что ни в одном регионе нельзя навести порядок в отрыве от всей остальной страны. Если ты и наведешь, то это будет очень недолго. Поэтому сейчас ко мне приходят... Ну, ясно, что ко мне приходят люди, конечно, с конкретными просьбами. Однако решения их находятся, в общем-то, на общем уровне. Очень часто приходят директора и сотрудники клубов, домов культуры. Да, я вот слышала, что как раз-таки я хотела спросить про то, что клубы сельские сегодня... Мы уже прямо даже показывали в наших репортажах, что начались ремонты, причем-таки основательные. И, как говорят ваши коллеги, депутаты Государственной Думы, что вы приложили тоже руку к тому, чтобы эти деньги появились в регионах. Ну, я не приложила руку к деньгам, я приложила руку к смыслам. У меня вообще с деньгами отношения не очень. Я не знаю, является ли это плюсом или минусом для нашей аудитории. Но да, у меня со смыслами лучше, чем с деньгами. Поэтому, когда писалась предвыборная программа партии «Единая Россия» вот перед этими домскими выборами, мне поручили раздел «Культура». Насколько я знаю, в предыдущих программах его просто отдельно и не было. Я его писала, и в центр вот этого раздела я поставила сельские дома культуры. Сельский и в малых городах. Несколько раз отстаивала эту позицию на совещаниях у Дмитрия Анатольевича Медведева и в узком кругу, и в расширенном составе. Отстаивала, потому что я считаю, что сельский дом культуры это просто центр целого мира для людей. И если вы каким-то образом потеряете этот центр, закроете, или он сам у вас разрушится до недееспособного состояния, вы и мир этот порушите. Вот так начинают люди уезжать, так они начинают деградировать. Ни в коем случае. Я говорила, что одной из главных задач культуры нашей сейчас вообще я вижу сохранение именно сельских домов культуры. Это было записано в программе партии «Чем я горжусь». Затем возник, уже без моего участия, я так понимаю, что Вячеслав Викторович Володин стоял во главе этого движения, возникли партийные проекты по реконструкции домов культуры и по помощи театрам малых городов. Это два замечательных проекта. По первому из них 19 в Челябинском регионе домов культуры встали на реконструкцию, становится сейчас 19. И три театра малых городов получат поддержку на будущий год. Вчера я принимала участие в конференции библиотечных работников в Челябинской области, и с ними об этом говорила. Ясно, что это боль у людей просто. Совершенно очевидно. Я говорю, как в стране, где дети уже просто разговаривают матом, даже в приличных школах, просто разговаривают, даже не ругаются. Как в этой стране можно говорить о закрытии библиотек? Объясните мне. А кроме того, ведь надо понимать, что, скажем, Челябинский регион, это всегда был регион интеллектуальный. Это металлургия, это тяжелое машиностроение, это оборонка, это наукоемкие вещи, и здесь всегда собирался интеллектуальный цвет. Вполне естественно, что здесь на первое место выходят библиотеки. Здесь как бы исторически читающие жители. В других регионах есть жители, исторически тяготеющие к зрелищам, где-то к фольклору. Нельзя подходить к огромной разнообразной стране с нормативами на три головы, одна полбиблиотеки и четверть театра. Ну, ребята, тут нельзя. Вот здесь как раз есть тема вашего следующего выступления, быть может, на заседании Государственной Думы. Да, вполне может быть. Это же как раз на всю страну разговор о том, какие приоритеты в каждом регионе, в каждом месте. Конечно, конечно. Более того, есть еще одна вещь, о которой надо говорить. Вот 24 марта, накануне Дня работника культуры, Владимир Владимирович Путин, как всегда, по традиции, в Екатеринском зале Кремля, вручал награды трем молодым деятелям искусства и трем, так сказать, известным за лучшие произведения для детей и юношества. Я вхожу в президентский совет по культуре, в президиум этого совета, и вот уже пять лет принимаю участие в отборе кандидатур, достойных на эти премии. Так вот, я вам могу сказать, что на премию за лучшие произведения для детей и юношества мы уже скребем по дну. У нас закончились кандидатуры, потому что все, на чьих произведениях мы с вами, Света, выросли, композиторы, писатели, режиссеры и так далее, и так далее, актеры, все ныне живущие, эту премию получили. За исключением, может быть, многоуважаемого Анатолия Олексина, который тяжело болен, из Израиля не может приехать, и Владимира Шаинского, которого я все мечтаю тоже из Америки притащить и вручить ему, наконец, эту премию. Но это все наше с вами детство, наше с вами. Когда мы начинаем смотреть на сегодняшнее предложение для детей и юношества, ну вот только в прошлом году тоже по моей инициативе дали студии «Мельница» за сериалы про богатырей, там, Ивана Царевича и так далее. Я считаю, что это действительно очень талантливые вещи. Не все, но есть несколько прям шедевральных. Могут и современные режиссеры, могут делать и мультипликация хорошая. Могут, только их очень мало. Но вот очень мало. Более того, исчезла эта ниша, в принципе, детского и художника. Мы не только о кино говорим, мы говорим и о литературе, обо всем мы говорим. Скоро некому будет вручать. Это очень опасно. Я соглашусь с вами полностью. Но вот это как раз, мне кажется, ваша задача в том числе. Свет, я все время об этом говорю. Вот это я и вижу своей задачей в Государственной Думе. С этой трибуны говорить о том, что действительно наболело. Потому что я все время слышу о каких-то уроках патриотизма. Ребята, вы не сможете это воспитать ни уроками, ни инструкциями чиновничьими. Воспитывать надо через красоту и через любовь. Я, кстати, в Думе поняла, Свет, одну очень интересную вещь. Какую? Может быть, я бы ее поняла и без Думы. Здесь это быстрее произошло. Да, может быть. Я вдруг поняла, что не надо пытаться объединить людей взглядами. Взгляды не объединяют. Взгляды разобщают. Причем разобщают не только представители противоположных лагерей, что я бы еще понимала. Но вы посмотрите, как дерутся между собой, скажем, разные оттенки патриотического спектра. Более того, я с изумлением смотрю, как наш так называемый патриотический лагерь превращается в какую-то группу сект. Вот есть секта под названием «Мы колониальная страна, нас захватила Америка». Она активная секта, так сказать, действует по всей стране. Есть секта «Давайте возродим монархию». В последнее время очень активизировалась. Есть секта «Назад в Советский Союз». Она может быть мне, так сказать, душевно ближе остальных. Но я же понимаю, что если мы смотрим на жизнь реалистически, не надо мечтать о том, что несбыточно. Понимаете? И вот пока эти секты... А что с этим делать? Вот вы говорите, они есть. Я думаю, что сближать людей надо не через взгляды, не через умозрительные концепции, зачастую недодуманные, да, исходящие от не очень далеких людей. А сближать их надо через чувства. И человека сближает чувства, общая эмоция. Посмотрите, как мы все, и либералы, и патриоты, и те, кто уехал из России, и мы, кто никуда не собирается уезжать, все смотрим советское кино. Ну, все плачем, все смеемся, и даже самые люди каких-то крайних взглядов прощают все. Великая сила искусства. Кому придет в голову обвинять Леонида Ивовича Гайдая в том, что он, так сказать, был одним из первых учеников в школе советского атеизма. Да, это не очень красивые по нынешним временам сцены. Замуровали демоны, да, вот там из бриллиантовой руки хождение по водам, какой-какой матери. И тем не менее, он подарил столько радости стольким поколениям в этой стране, что у нас язык не повернется предъявлять к нему. Да даже у самых-самых консервативных, у самых-самых верующих, у самых православных людей никогда я не слышала, чтобы они предъявляли. То, что вы сейчас говорите, мне кажется, так ложится всем нашим зрителям. Я думаю, вот просто они сейчас сидят у экрана и абсолютно, ну там, я не знаю, голосуют за вас. Людей надо объединять через красоту и эмоцию. А красота и эмоции – это искусство. Надо бить прямо в сердце, минуя все барьеры, которые выставляет нам разум. Иначе мы так и будем драться между собой за точность формулировок, а он за царя, он против царя, а ты атеист, а ты веришь. Дело не в этом. Надо любить друг друга, ребята. И это правда. По-человечески надо друг к другу относиться. Всегда искусство было вот на передовых рубежах вот этого воспитания человеческого в человеке. Надо вернуть. А вот скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите о разобщенности. И в связи с этим у меня сразу вопрос. Скандал этих дней, трагедия с Максаковой, вот та разобщенность, то, что случилось. Все-таки мне бы очень хотелось, чтобы вы прокомментировали. Потому что вот в средствах массовой информации, в частности, портал Life.ru пишет, что директор Московской музыкальной школы Гнесиных Михаил Хохлов сказал, что он готов принять вдову экс-депутата Госдумы к себе на работу, что якобы даже Мединский сказал, поддержал ту идею, сказал, что в России не хватает хороших преподавателей. Это действительно так? Вот я сейчас отвечу, безусловно, на этот вопрос, как человек прямой. То, что я отвечу, я понятия не имею, в русле оно того, что, так сказать, в политическом тренде. Или это чистая отсебятина. Я вас за это уважаю, за независимость ваших взглядов. Я вам отвечу так, как думаю я. Мне остачертело это Шапитос Максаковой. В стране умирают очень достойные люди. Об этом строчкой сообщается, в лучшем случае, сюжет в новостях, если уж очень известный человек, один сюжет. И все, на следующий день об этом уже не помню. Застрелили, простите, бандита. Пускай уж там партия, в которой он состоял, сама разбирается со своими кадрами. Каждый день, из каждого утюга, мы все время слушаем о том, как это было, как его хоронили, что сказала эта соломенная вдова. Собирается она к нам, не собирается она к нам. Я ничего личного против Маши Максаковой не имею. Я просто надеюсь, что люди, которые заводили ее в партию, что люди, которые заводили ее в Думу, слава богу, их сейчас там нет, этих людей, на их примере остальные научатся, что с глупыми людьми не надо иметь дело. Потому что глупость, она страшнее любых человеческих пороков. Ты знаешь про подлеца, что он подлец. Ты знаешь про труса, что он трус. Но предугадать, что сделает глупый человек, ты не можешь. И у тебя все время вот эта мина, значит, под известной точкой находится. Замедленного, убыстренного, когда что получается. Для Марии Максаковой-младшей нет, я так понимаю, никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию. Значит, если она захочет вернуться, она может тихонечко вернуться. Если она захочет покаяться в том, что она говорила о своей родине, ну пусть покаяться, если захочет, да? Но, может быть, вот те, кто сейчас прям с распростертыми, вот меня умиляет этот день открытых дверей в Гнесинке. Да бог ты мой! Я, так сказать, не соперничаю с господином Хохловым в знании, конечно, музыки, естественно, но все-таки я искусствовед по образованию. И я прекрасно понимаю, и я неоднократно говорила об этом со специалистами, что исполнительские способности Марии Максаковой-младшей это та пренебрежимо малая величина, без которой Россия может совершенно свободно обойтись. Так же, как и российская музыкальная педагогика. А вот то, какие чувства у людей вызывают подобные заявления, да? Когда человек уехал, когда человек публично оплевал свою родину, и ей говорят, да возвращайся, дорогая, мы так за тебя беспокоимся, вот тебе рабочее место, вот тебе, так сказать, внимание СМИ и так далее, и так далее. Как на это должны реагировать нормальные люди? Что они скажут? Почему вы так привечаете предателей? Почему? Пусть возвращается, пусть покается. Наверняка, так сказать, человек по глупости просто вот это ком, ошибок, идет, идет, идет. Ну, прежде чем прощать, вы подождите, пока покается. Это нормально. Когда мне говорят, что это жестокая, там, не христианская позиция, вы меня простите, надо сначала прийти на исповедь, чтобы тебе отпустили грехи. Что же вы бежите отпускать, когда человек еще не исповедовался? Еще даже и не собирался. Ей 40 лет, не 14. Вот эти вот рассказы о безумной любви, ради которой можно предать собственную родину, ну, так сказать, ну, может быть, это кого-то восхищает, я не знаю. Еще раз говорю, что мне ужасно надоело эта история. И приглашение вернуться в Гнесинку, я не знаю, еще раз повторюсь, откуда оно исходит. Может быть, это какое-то политическое решение, а я сейчас, так сказать, несу поперек это. Но я искренне так думаю, и я думаю, что если такое решение есть, оно ошибочно, потому что оно вызывает огромное раздражение у огромного количества честных людей, которые работают, не уезжают, страну не предают, однако такого внимания, как Максаковой, к себе даже близко не видят. Спасибо вам за это мнение, потому что оно действительно, ну, на самом деле, искреннее и важное. И последний вот такой вопрос, но он тоже из разряда скандальных. Очень много депутатов Государственной Думы, немного, скажу, некоторые, а вот как раз они, наверное, в списке популярности, потому что они очень эпатажно заявляют в отношении то одного произведения, то другого. Вот недавно Поклонская говорила о том, что Матильду надо запретить, и там прокуратуру проверить, да, все средства массовой информации неделю качали. Видимо, она набрала очень много медийных поводов, потому что, ну, только ленивый не процитировал. Буквально на минувшей неделе даже у нас в Челябинске целое движение появилось против фильма «Красавица и чудовище», да, и, соответственно, господин Милонов теперь уже сказал, что против и так далее. Вот это все как бы вопросы и культуры, и политики. Ну, то есть депутаты Государственной Думы, они ведь вот тоже беспокоятся о нашем состоянии моральном. На ваш взгляд, вот почему такие поводы, почему депутаты Государственной Думы так озабочены, и нужно ли это, не привлекает ли это наоборот дополнительно внимание к этим фильмам, к этим мультфильмам? Вот, например, «Красавица и чудовище» стопроцентно выиграла, потому что говорят, что это лишняя реклама посмотреть. Я думаю, что «Красавица и чудовище» выиграла бы и так, по той простой причине, что нам нечего предложить взамен. Я еще раз хочу сказать, ну, оговаривая тот факт, что каждый депутат Государственной Думы – это очень свободный в своих суждениях человек. И никто из нас не имеет права тыкать пальцем и говорить, она не права, или он прав, и так далее, и так далее. У нас у всех есть возможность высказывать свою личную точку зрения. К сожалению, наши СМИ очень часто, опуская фамилию, сразу говорят, там, «Депутат от Единой России» или даже «Единая Россия» или даже «Госдума хочет запретить». Потом выясняется, что это личное мнение представителя той или иной фракции. Очень часто это, кстати, из оппозиционных фракций очень часто исходит, да, потому что это такие популистские меры – запретить. Они понимают, что точка кипения в народе по поводу культурного продукта, конечно, уже достигнута, и поэтому вот этим запретить, запретить, закрыть и так далее. Я в этом участвовать не хочу, потому что, ну, скажем, об информационной политике и о том, что культурная политика невозможна без перемен в информационной, я говорила многократно. Мы с вами, Света, об этом говорили. Но выступать как коллеги из Госдумы с призывом запретить «пусть говорят», ну, я же разумный человек, я же знаю, как функционирует телевидение, так к чему приведет этот запрет, в смысле, этот призыв? Ни к чему. Можно запретить? Запретить нельзя. Тогда для чего это? Для того, чтобы повысить вот эту медийную активность? Мне кажется, вот ровно... Не хочу, не буду этим заниматься никогда, потому что, ну, вот есть чувство собственного достоинства, оно ценнее, на мой взгляд, гораздо. Вот чистая совесть, она ценнее любых рейтингов, твоего присутствия в Думе или еще где-то, неважно. Вот чистая совесть – это самое главное, что вообще есть для меня в жизни. Заниматься этим я не буду. Еще раз хочу повторить, что я не очень верю в запреты, я верю в вытеснение. Когда у тебя есть свой талантливый культурный продукт... Замещение. Вот говорим мы о красавице и чудовище, да? Замечательно, мы там ищем пропаганду того, пропаганду сего. Правда, все, кто посмотрел, говорят, нет никакой пропаганды, но, тем не менее, герой там с какими-то отклонениями есть. Странно, что мы не запрещаем соломенную шляпку. Михаил Михайлович Казаков всегда гордился тем, что он впервые на советском телевидении сыграл человека нетрадиционной ориентации. Вот это каловки, каловки, бычок. Понимаете, он открыто всегда об этом говорил, очень над этим смеялся. Никто не призывает запретить мюзикл Квинни Хиндзе по причине присутствия там такого персонажа, понимаете? И тем не менее, хорошо, мы, так сказать, против. А мы-то что к весенним каникулам для детей подготовили? Вы нашу киноповесточку-то посмотрите. Я говорю, в этом году мы вручали, вот, я говорю, скребем уже, вот, последних достаем, да? Президент вручал премии Леониду Шварцману, нашему замечательному мультипликатору. Ему в августе, даст бог, будет 97 лет. И Владимиру Граматикову, замечательно. Да, да. И на фильмах, которые мы росли, тоже. Ну, почему-то вот не возник вопроса. А почему у нас человек, снявший «Мио, мой, милый» или «Шлашет собака по роялю» работает в русском Дисней? Я не против Дисней, но почему Дисней? А ответ такой, а где еще? И Владимир Граматиков пригласил президента и нас всех осенью на премьеру большой киносказки, наконец, которая у нас выйдет на экран, и называется «Последний богатырь», мотивом русских народных сказок, обещает грандиозное зрелище, веселое, с хорошими действительно артистами. Я посмотрела кастинг. Вопрос, а почему Дисней-то? Почему Дисней? Вот он у меня, например, возникает этот вопрос, понимаете? Поэтому можно все, что угодно запрещать, но если вы не дадите детям своего, вы запретите там, они посмотрят в другом месте. Мы живем в эру таких информационных технологий, что все не запретишь. Иммунитет у человека должен быть внутри. Это относится и вот к этим проклятым группам смерти, с которыми сейчас борются. Все правильно. Дума принимает постановления. Все правильно. Репрессивные органы ужесточают. Все правильно. Но если у твоего ребенка внутри нет вот этой прививки жизнелюбия, ну ты не сможешь его всю жизнь в вате продержать. Мы не можем обезопасить весь окружающий мир для наших детей. Запретами. Но мы можем внутрь этого ребенка положить вот этот кусочек солнышка, который у нас был из стихов, из книжек, из мультиков, из песенок и так далее, и так далее, когда ты просто радуешься жизни. И никакой подонок ни в каких соцсетях не сможет тебя, ну вот не сможет он убедить тебя, что это все ничего не стоит. Это да, это вообще очень хорошо, что вы об этом говорите, потому что это действительно тема этих дней, и, наверное, это тема отдельного большого разговора. Я благодарю вас, как ни странно, мы с вами уже проговорили 40 минут, и это всегда интересно. Мне очень интересен ваш взгляд, и не только мне, а нашим зрителям, безусловно, потому что просто в конце такой небольшой комплимент всегда импонирует, когда человек может честно говорить, не задумываясь о том, в правильном ли он направлении, говорит, неправильном, он высказывает свою точку зрения. Это очень ценно, это так же редко, как, наверное, все те фильмы, о которых мы говорили, те произведения. Светлана, я очень признательна вам за приглашение. Очень надеюсь, что сегодня зрители или жители Челябинского региона просто чуть больше поняли о том, что делает их депутат в Государственной Думе. И я только хочу сказать, что, друзья мои, вот это все я там говорю от вашего имени, понимаете? Если вы считаете, что это нормально, если вы считаете, что это достойная работа, на благо в том числе и Челябинской области, я буду ее продолжать. Я очень надеюсь, что количество единомышленников у нас и у меня, и у вас, потому что мы все мыслим одинаково, будет расти. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что в какое-то время, в следующий ваш приезд, вы найдете время, чтобы еще раз пообщаться, потому что, что называется, Госдума в развитии. Обязательно. Спасибо. Конечно, спасибо. Спасибо.